Уважаемые коллеги, в сердце, в сознании людей Крым всегда был и остаётся неотъемлемой частью России. Эта убеждённость, основанная на правде и справедливости, была непоколебимой, предавалась из поколения в поколение. Перед ней были бессильны и время, и обстоятельства. Бессильны все драматические перемены, которые мы переживали, переживала наша страна в течение всего 20 века. Данцик был и есть германский город. Коридор был и есть германский. Обе эти территории, по их культурному развитию, принадлежат исключительно германскому народу. То, что казалось невероятным, к сожалению, стало реальностью. СССР распался. События развивались столь стремительно, что мало кто из граждан понимал весь драматизм происходивших тогда событий и их последствий. В течение долгого времени мы страдали от ужасной проблемы. Проблемы, созданной Версальским диктатом, которая усугублялась, пока не стала невыносимой для нас. Мы шли навстречу Украине. Исходили из того, что хорошие отношения с Украиной для нас главное. И они не должны быть заложником тупиковых территориальных споров. Как всегда, я пытался мирным путем добиться пересмотра, изменения этого положения. По своей собственной инициативе я неоднократно предлагал пересмотреть эти невыносимые условия. Но при этом, конечно, рассчитывали, что Украина будет нашим добрым соседом, что русские и русскоязычные граждане на Украине, особенно на ее юго-востоке, и в Крыму будут жить в условиях дружественного, демократического, цивилизованного государства, что их законные интересы будут обеспечены в соответствии с нормами международного права. Вы знаете о предложениях, которые я делал для восстановления германского суверенитета над немецкими территориями. Вы знаете о моих бесконечных попытках, которые я предпринимал для мирного урегулирования вопросов. С Австрией, потом с Судетской областью, Богемией и Моравией. Все они оказались напрасны. Однако ситуация стала развиваться по-другому. Раз за разом принимались попытки лишить русских исторической памяти, а под честь родного языка сделать объектом принудительной ассимиляции. И, конечно, русские, как и другие граждане Украины, страдали от постоянного политического и государственного перманентного кризиса, который сотрясает Украину уже более 20 лет. Как и на других германских территориях на Востоке, со всеми немецкими меньшинствами, проживающими там, обращались все хуже и хуже. Более чем миллион человек немецкой крови в 1919 и 1920 годах были отрезаны от их родины. Мы tasа беременность и посторons во всём мире. Ивлин, грубо говоря! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова